Мать и сын, представители знаменитой династии, покинули этот мир с разницей всего пять дней. Ее основатель, Сергей Дмитриевич Столяров, получил известность еще в довоенные годы. Он сыграл возлюбленного персонажа Любови Орловой в знаменитой комедии «Цирк» и органично воплотил на экране образы былинных богатырей в таких фильмах, как «Руслан» и «Людмила» и «Кощей бессмертный». Самой яркой и заметной послевоенной ролью стал Садко в одноименной сказке 1952 года. К сожалению, земной путь артиста оказался не слишком долгим. В 58 лет его жизнь унесла онкология. В браке с коллегой Ольгой Константиновой родился единственный сын Кирилл, который, как и родители, выбрал актерскую стезю. Главной ролью Кирилла стал персонаж в картине «Повесть о первой любви» 1957 года, где он сыграл в дуэте с отцом. В конце жизни Кириллу поставили такой же диагноз, который унес и жизнь знаменитого отца, лимфосаркома. После получения диплома в ГИКа, Кирилл женился на однокурснице Нине Головиной. Первой и сразу заметной ролью девушки стала героиня картины «Трудное счастье». А потом карьера застопорилась. Роли были, в том числе в таких киношедеврах, как «Операция И» и другие приключения Шурика и «Война и мир», но настолько крохотные, что актрису даже не отметили в титрах. Нина и Кирилл перестали сниматься после перестройки. Колесили по стране с программой «Товарищ кино» и готовы были выступать везде, куда пригласят. Супруги вырастили двоих детей. Дочь Екатерина – не публичный человек. А вот сын Сергей продолжил знаменитую династию. Даже невооруженным взглядом заметно очевидное сходство между представителями трех поколений – дедом, отцом и внуком. Сергей окончил Щепкинское училище, после получения диплома поступил в театр советской армии. Были у Сергея небольшие роли в кино. Но зрителям он запомнился как ведущий передачи «Детский час», которую вел с середины 80-х до начала 90-х. После закрытия проекта работал режиссером программы «Взгляд» и постановщиком программы «Телескоп». В 2000 году занял должность продюсера образовательного канала «Школьник ТВ». Однолюбом, в отличие от отца и деда, Сергей не был. Известно, что Столяров-младший был трижды женат. Сергей Кириллович ушел из жизни 7 февраля этого года, недавно отметив 60-летний юбилей. Символично, что он всего на пять дней пережил мать Нину Головину, которая скончалась 2 февраля 2023 года. Родственники не давали официальных комментариев, но, возможно, сыграла свою роль наследственность в совокупности со стрессом, пережитым в связи со смертью матери. Продолжение следует...